МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Накануне широкой общественности был представлен исследовательский труд по истории Великой Отечественной войны. При поддержке президента Республики Молдова и партии социалистов свет вышла книга под названием «Великая Отечественная война. Документы, цифры, факты». Таким образом, завершились долгие месяцы упорной работы с архивами историков Бориса Шаповалова и Олега Рыбакова. Сегодня один из авторов, а именно Борис Шаповалов, гость нашей программы. Здравствуйте! Добрый день! Ну, период истории, который охватывает временной промежуток с 1941 по 1945 годы, как мне кажется, один из самых исследованных таких промежутков, временных промежутков. Написано, не знаю, сотни тысяч работ и монографии, диссертации, книг и учебников на эту тему. Тем не менее, вот вы в соавторстве с Олегом Рыбаком решили обратиться к этому, именно этому этапу, общей для многих стран СНГ, практически для всех стран СНГ истории. А почему именно вот этот промежуток времени был, так сказать, в центре вашего внимания? Дело в том, что вы очень верно подметили, что это один из самых изученных периодов истории, потому что он изучался и в СССР, и сегодня в Российской Федерации, и, естественно, в других бывших постсоветских республиках, но он активно изучался и в Соединенных Штатах Америки, в Англии, Франции, в Германии, то есть во многих европейских странах, и поэтому практически каких-либо особых, ну, ясно, есть какие-то секреты, которые засекречены по сегодняшний момент. Сегодня есть еще некоторые вещи, которые, ну, не раскрыты и не подлежат, ну, прежде всего, то, что связано с разведывательной деятельностью, постепенно все это раскрывается, но есть интересы государства, которые засекречиваются до 100 лет, есть там периоды 25, 50, 75, есть свои моменты. Но особенность этого периода является, особенность сегодня, то, что этот период истории сегодня самый фальсифицируемый, столько мифов, сколько сегодня существует о Второй мировой войне и, в частности, о Великой Отечественной войне советского народа против фашизма, ну, наверное, нет по другим периодам истории. Почему? Потому что сегодня очень многим в Европе и в Соединенных Штатах Америки хотелось бы забыть о некоторых моментах тех исторических событиях, которые происходили. Хотелось бы в чем-то пересмотреть итоги послевоенного мирного урегулирования. Некоторым хотелось бы пересмотреть итоги Нюрнбергского процесса, который осудил фашистских преступников. То есть здесь пересекается очень много различных интересов. Поэтому, ну, вот так как-то сложилось с точки зрения научного интереса. Почему? Ну, лично у меня больше сорока различных книг на различные темы, в том числе порядка где-то десяти учебников. Но к теме военной, как таковой, я как-то в последние годы очень активно ей занялся. В 2015 году вышла большая, почти 500 страниц, моя книга совместно с сотрудниками Бендерского историко-краеведческого музея и музея Яско-Кищеневской операции в селе Кицканы Слободзейского района. Она так и называется «Кицканский огненный плацдарм». Потому что, ну, это уникальное было явление в годы Великой Отечественной войны, уникальная операция, Яско-Кищеневская операция, где Кицканский плацдарм сыграл свою особую роль. И так как-то сложилось, я родился в селе Кицкан и вырос как раз под теми рассказами, встречами с ветеранами Великой Отечественной войны, участвовал в поисковой работе и когда заканчивал 10 классов, это как раз в 2015 году было 40 лет, начал собирать эти материалы и сказал, я напишу обязательно книгу об этих событиях. Ну, жизнь складывалась так, что некогда было, но материал постепенно накапливался. Обещание выполнили. Да, а потом получилось так, что тот материал, который накопился, позволил с коллегами за три месяца вот такой фундаментальный труд, который сегодня исторический бестселлер фактически для специалистов стал выдать. Но, есть опять-таки одно но, большие труды это очень хорошо, толстые, они, наверное, интересны специалистам, библиотекам, научным работникам. А вот нашему молодому поколению, которое привыкло к гаджетам, к планшетам, мобильным телефонам, не читают они. То есть, это что-то должно быть покороче, емко, с конкретными какими-то цифрами, примерами яркими, те, которые можно использовать. И вот так в 2016 году появилась вот эта тонкая книжечка. Видите ее название? Лента нашей памяти. Один из очень дискуссионных, спорных вопросов, ну, у нас во всяком случае. Это наша ли эта ленточка? Почему она? Ну, вот, короткая история всех четырех наград, которые связаны с Георгиевской лентой, здесь изложены. В том числе, это движение, как появилось и как оно развивалось, в том числе, у нас в республике, с конкретными фотографиями, интересными моментами, и оно получилось. То есть, она сыграла очень мощный пропагандистский эффект. И вот с этого все и началось. Почему? Потому что, когда, ну, скажем так, у меня этот проект попросили его сделать, когда он был уже готов, вдруг те, кто попросили, сказали, ой, вы знаете, мы передумали, нам не надо. Я объявил в социальных сетях народную акцию. Народ, вот есть очень важная тема, выставил обложку, то есть, все уже было, ну, практически оставалась только типография. Давайте сделаем 9 мая. И откликнулось очень много, тут, по-моему, 15-16 человек, в конце я их всех перечисляю. Это практически народное издание. Да, несколько депутатов парламента. И раздается звонок. Игорь Николаевич Дадон, тогда председатель партии социалистов, говорит, Борис Андреевич, мне сказали там в соцсетях, у вас какая-то возникла проблема, чем я могу помочь, тема очень актуальная и важная. Заезжайте ко мне. Я к нему подъехал. Он посмотрел, говорит, сколько тираж. Я говорю, ну, вот, на 500 экземпляров есть. Он говорит, тема важная, от меня тысяча. Вот так появилась эта тема. И когда мы с ним тогда вот обсуждали, говорили об этой важной теме, я как раз коснулся периода Великой Отечественной войны и сказал, что вот есть планы, потому что, ну, во-первых, еще раз говорю, фальсифицируют просто жестко, просто бессовестно. И, скажем, и западные историки, и наши, скажем так, соседи в Румынии очень многие вопросы хотели бы опять-таки выдать под другой интерпретацией. Ну и наше здесь местное историческое сообщество, оно фактически сегодня разделено на два больших лагеря. Ну, мы говорим одни, те, которые учатся на учебниках истории Румыны, и те, которые учатся на объективном курсе истории. И появилась идея вот именно вот этого формата, ведь книга называется «История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», но главное вот это, документы, цифры, факты. То есть мы с Олегом Рыбаковым, моим старым другом, кандидатом исторических наук, доцентом, ну, мы просто дружим, поддерживаем постоянно отношения, занимаемся вместе, как говорится, здоровым образом жизни, спортом. И я ему рассказал об этом в идее, и он говорит, давай, говорит, сделаем, зарылись в литературу, зарылись в источники. И если вы посмотрите, в чем ценность этой книги, вот везде идет с жирным шрифтом выделен источник, что это, энциклопедия, это справочник, это монография, это какой-то труд. Здесь очень много всех этих вещей, и мы обязательно делаем это не где-то в конце, а именно ссылками. Есть много интернет-ресурсов, где выложены уже вот эти материалы, и мы их просто скомпантовали по определенным направлениям. И оказалось, это востребовано, вот прошедшая презентация, ну, она просто показала, что люди, ну, даже не ожидали, что так можно сделать. То есть, с одной стороны, можно сказать, это серьезный научный труд, но мы с Олегом считаем, что мы не изобрели здесь велосипеда, не открыли каких-то больших, ну, каких-то неожиданностей, мы просто все это собрали и выдали так, как оно должно быть, в определенной системе. То есть, берешь, и ты понимаешь, что происходило. И когда ты читаешь цифры, опровергнуть невозможно. Когда читаешь документ, что нужно уничтожить 50 миллионов славян, план ОСП, ну, это правда. Борис, мы с вами выросли в то время, когда историю преподавали по таким достаточно весовым учебникам. То есть, когда вообще преподавание в средних общеобразовательных учреждениях было и строилось на принципах, которые сегодня уже не встречаем в нынешних школах. И, как оказалось, в то время образование давали, ну, достаточно, ну, вот все уже принято считать, что именно советское образование оказалось самым качественным по уровню. Выпускники средних школ, так сказать, если бы их сейчас можно было в машинное время, чтобы встретились те люди и нынешние выпускники, то, наверное, было бы не в пользу нынешних выпускников. Но мой вопрос вот в чем. Мы с вами учили историю по тем учебникам. И вот сегодня, когда берешь учебники, по которым учатся нынешние лицеисты, гимназисты, ты понимаешь, что, в общем-то, этому периоду времени уделено не так много внимания, а если уж делено, то, честно говоря, начинаешь спорить с этим учебником. Вот чем, на ваш взгляд, вызван такой подход к этому этапу истории? Тем, что он уже отдаляется от нас, сегодня живущих? Или, может быть, уже действительно и здесь вкрадывается в, не знаю, такая технология, в вмешательство в умыне окрепших молодых людей, для того, чтобы они уже по-другому смотрели на общую историю с теми народами в братском содружестве, которым жила Молдова? – Вот с этой точки зрения. Ну, здесь несколько подходов и несколько вопросов. Первое. Я уже сказал, что этот период фальсифицируется. Почему? Потому что надо начинать отвечать на этот вопрос, а почему началась Вторая мировая война. Надо отвечать на вопрос причины Второй мировой войны, причины Великой Отечественной войны. И здесь возникает очень много неудобных вопросов. Я так и сказал во время презентации, это очень неудобная книжка для фальсификаторов. Помимо того, что есть отдельная глава, которая посвящена самым рассоспороненным мифам, их здесь 16 из 50 по периоду Великой Отечественной войны. Надо начинать с вопроса, а кто начал эту войну. И сегодня в Европе очень многим неудобно отвечать на этот вопрос. Ведь когда берешь литературу современную, вот те учебники, на которые вы ссылаетесь, там написано вот страшные Сталин и Гитлер, два тоталитарных режима, нацистский и советский. И вот они делили между собой мир, и вот они начали Вторую мировую войну и так далее. Это ложь. Это неправда. Почему? Потому что ссылаются еще, особенно наши молдавские и румынские историки, вот пакт Риббентропа-Молотова 23 августа 1939 года. Но это опять-таки сплошное вранье. Почему? Потому что до пакта, и вообще такого документа нет, пакт Риббентропа, как у нас любят говорить в Молдавии, есть соглашение о ненападении между Советским Союзом и Германией. Так вот, таких договоров, как был заключен между Германией и СССР, он, кстати, был последний, до него было 10. В том числе с Польшей, в том числе с Францией, в том числе с Англией, в том числе со многими другими европейскими странами. Было несколько договоров, которые были заключены группой стран. Почему мы говорим о так называемом пакте Молотова-Риббентропа, а не говорим о Мюнхенском сговоре в 1938 году, в сентябре, когда Италия, когда Германия, когда Англия и Франция поделились Чехословакию. Вот, с моей точки зрения, как раз вот там зародилась та причина, основа, которая спровоцировала вот эту всю мировую бойню. И последний этот договор, который был заключен между СССР и Германией, со стороны СССР он носил оборонительный характер. Нужно было выиграть какое-то время. Все прекрасно понимали, что будет война. Американцам и Западу было очень интересно промышленным финансовым кругам натравить Гитлера и направить его на восток. А руководству Советского Союза нужно было любой ценой оттянуть этот момент, потому что они не были готовы в тот период к серьезной войне. И это первый момент. Второй момент. Ведь 22 июня 1941 года в советскую границу перешли войска девяти европейских стран. Поэтому, когда мы говорим, что шла война, сегодня западники говорят, все их историки, историографы, шла война, советско-германская, шла война между двумя режимами, шла война, ну в общем вот такой восточный поход, там есть разные названия, интерпретации. У них был поход в Европе. Но официально это же, ну все данные есть, по каждой стране есть цифры, количество войск, когда объявили войну, сколько участвовало. Ведь помимо фашистской Германии это была и Финляндия, да, это была и Венгрия, это была та же Румыния. Масса стран здесь, вот именно девять те, которые объявили официально войну Советскому Союзу. Порядка десяти стран отправило, так сказать, они не участвовали в войне, не объявляли войну. Они отправили свои так называемые добровольческие подразделения. Но можно ли считать добровольческим подразделением испанский корпус численностью 70 тысяч человек, который участвовал в блокаде Ленинграда? Можно ли считать добровольческим корпусом итальянский военно-морской флот, который вместе с германским флотом участвовал в Германии Ленинграда? Ну нет, наверное, да, потому что это уже смешно. Добровольческие подразделения, это тысяча, две, как мы это видим на сегодняшний момент, а это было все целенаправленно организовано. Отвечать на этот вопрос неудобно, потому что если отвечать на этот вопрос, то получается, что это была не советско-германская война, что это не была война советского народа с германским фашизмом, а это была война советского народа с европейским фашизмом. Потому что в этом участвовали практически добрая половина европейских стран. И у них были созданы фашистские режимы. Возьмите ту же Венгрию, возьмите ту же Болгарию, возьмите Румынию, а что в Италии было, а что в Испании было. Там были фашистские режимы. Да, они немножко по-другому, они отличались от нацистского режима в Германии, но от этого ничего не меняется. Поэтому сегодня, естественно, идет очень мощная идеологическая борьба между западными историками и российскими историками в этом плане. И фактор третий. Для того, чтобы нас рассорить друг с другом, я имею в виду бывшие, скажем так, советские республики, посмотрите, что происходит. Ведь основные вопросы, по которым бьют, это православие, то есть это тот объединительный фактор, который у нас есть, наши православные и христианские ценности. Это же действительно нас сплачивает. Вера одна, да. Бьют по национальным каким-то вопросам, это послужило одной из причин развала Советского Союза, да. И бьют по тем моментам, которые являются якорными для наших народов, памятными, которые нас объединяют. Ведь в годы Великой Отечественной войны мы не делились по партиям и мы не делились по национальностям. Наши отцы и деды сидели в одном окопе. Вот мне отец рассказывал, я сын ветерана Великой Отечественной войны, он мне рассказывал, у него в отделении было пять русских, три украинца, два казаха, один эстонец, узбек и еще кто-то. Это был интернационал сплошной. Сегодня этот интернационал нужно разругать, сегодня его нужно развести. И потом каждого из нас по отдельности, ну короче. Разделяем власть. Не колониальная политика, она продолжается. То, что они сделали в годы Первой и Второй мировой войны при помощи пушек, при помощи артиллерии и самолетов, сегодня делается при помощи кредитов и грантов мирным путем, при помощи подкупа национальной интеллигенции, предательства своих интересов, своего народа, своего государства. А дальше разделяем власть. Ну, это уже, наверное, политика. Поэтому в наших учебниках, вот те, которые есть сегодня официально в школе, ну читаешь и с одной стороны смешно, а с другой стороны плакать хочется то, что там написано. Ведь были нормальные учебники, вот смотрите, сегодня официально запрещены учебники Сергея Назария и некоторых других историков. Ну, Сергей Назария, известный ученый, да, историк, политолог, доктор политических наук и исторических наук, да. Запрещены почему? Потому что у них правда, неприятная правда для тех, кто сегодня находится у власти. Помните ГИМПу Михаилу во время его исполнения обязанностей президента? Камень там установили они у нас на площади, пытались принять там закон о том, что это была оккупация и так далее. Ну, даже Конституционный суд сказал, ну, ребят, совесть имейте. Весь мир знает, что это было по-другому, да. И сегодня вот это ползучее, вот этот пересмотр, он существует. Ведь посмотрите, это же должна быть официальная позиция правительства, должна быть официальная позиция парламента. Что это? Бывший президент Тимофти, да, помните, мы не участвовали в параде, посвященном 70-летию победы. Ну, как же так? ГИМП в свое время записал на аван страну проигравших. Да, страну проигравших. Какие мы проигравшие? Мы победители. Вот давайте, вот можно я приведу несколько цифр. Вот давайте о Молдове, об ее участии в войне. Вот без всяких прикрас, тех которых вы не найдете вообще, вот в тех учебниках, по которым учатся наши дети. В них этого не написано. 391 тысяча граждан Молдавской Советской Социалистической Республики участвовала в Великой Отечественной войне. Из них 80 тысяч добровольцы. Это каждый четвертый-пятый человек одел шинель и защищал Советский Союз, Советскую власть добровольно. Из этих 391 тысячи где-то 84 тысячи погибло во время войны. Из этих погибших более 50 тысяч молдаваний. То есть молдаваний, которые с оружием в руках воевали против фашизма. 250 тысяч из участвовавших в военных действиях в годы Великой Отечественной войны, выходцев в Молдовы, награждены орденами и медалями. Это получается, ну в среднем возьмем 400 тысяч 250, больше половины, то есть больше, чем каждый второй гражданин Молдовы, участвовавший в этой Великой войне, был награжден. Когда данные все по Советскому Союзу, каждый пятый, был награжден. То есть выходцы из Молдовы, они доблестно воевали. Мы этим можем гордиться? Можем. Выходцы из Молдовы составляют 19 человек, героев Советского Союза. Четыре кавалера Ордена Славы, что приравнивается к героям Советского Союза. Вот вам одни цифры. И вот она другая правда, которую вообще скрывают. Ведь до разгрома армии Паулиса под Сталинградом в 43-м году, там январь-февраль, и двух румынских армий, кстати, что они делали под Сталинградом, молдаван, бессарабцев в румынскую армию не призывали. Как не призывали болгар, гагаузов, русских, они считались как эти элементы нехорошие, ненадежные, неустойчивые. И молдаван, бессарабцев тоже не признавали. Но когда две армии румыны разгромили, начали призывать и бессарабцев. В общем, их было призвано 28,5 тысяч. Из них 14 тысяч перебежало, перешло в Красную армию. Большая их часть составила основу, вошло или в советские части воевали, или же воевали в 1-й румынской добровольческой дивизии Тудора имени Тудора Владимирецку, которая была создана в Советском Союзе в 43-м году. И, кстати, первое ее боевое окрещение во время Яско-Кишиневской операции здесь у нас. Вот ни слова из того, что вы сказали, в учебниках молдавских нет. Нет, так вот одну минуточку. Оставшиеся 14 тысяч, уже когда стал вопрос, советское командование, руководство сказало, не надо, пусть они воюют дальше в румынской армии, потому что после Яско-Кишиневской операции румынская армия стала как бы союзницкой, вошла в состав антигитлерской коалиции и воевала в составе 3-го украинского фронта в Венгрии и в Чехословакии. Понятно, уже против своих бывших, так сказать, партнеров. Да, против бывших партнеров. Ну, у румын это национальное, видимо, потому что в Первую мировую войну они тоже самое сделали. Уже опробовано было. Ну, перебежали, да, один раз от одних к других, потом вернулись назад. То же самое произошло и в годы Второй мировой войны. Ну, вот смотрите, я так понимаю, что не зря там заговорили в этой книге о мифологии, о разрушении мифов, которых сейчас не просто много, а их еще и приумножают искажением истории и посредством тех же учебников. Но, знаете, есть такое выражение славянского писателя Жако Петена, о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, а вот о светлом настоящем – журналисты. Ведь сегодняшнее настоящее ведь тоже станет когда-то прошлым. И оно тоже потребует какого-то своего исторического переосмысления того, что происходит сегодня в современной Молдове, и почему это привело к тем или иным последствиям, которые нам еще предстоит только будет пережить в ближайшем или в дальнейшем будущем. И вот как здесь быть? Что должно стать мерилом или, ну, не знаю, вот шкалой координат для будущего историка, для того, чтобы, ну, знаете, не идти по пути тех, кто сегодня фальсифицирует прошлое? Я понял. Прежде всего, объективный взгляд на те события, которые происходят. Вот мы с вами знаем эти сложные исторические переводы в истории. Сейчас я подойду к Великой Отечественной войне, но я приведу два примера. Ведь мы можем по-другому интерпретировать события 16 мая 1812 года подписания мирного договора между Российской империей и Османской империей, когда Бессарабия вошла в состав Российской империи. В Бухарестской империи, да? Да, да. Можно так обсуждать, можно по-другому, да. Мы можем ведь, и так это и происходит, по-разному интерпретировать события всего 1918 года. Молдавскую демократическую республику, 100-летие которой в этом году мы будем отмечать, 2 декабря. Это Сфатул Церих, совсем нелегитимный орган, кого он представлял все остальное. По-разному. Мы по-разному можем оценивать события 28 июня 1940 года. Вот тот пример, который я говорил про румынскую армию, да? Да. Вот надо правду говорить. До 23 августа 1944 года Румыния была союзником фашистской Германии. Она официально объявила войну Советскому Союзу. Румынские войска дошли до Сталинграда. Они убивали, они жгли, они насиловали. И это правда. Но те же румынские войска после 23 августа повернули оружие против своих бывших союзников, вошли в состав антигитлеровской коалиции и воевали против немецких фашистов, венгерских, немецких и остальных. Ведь это другая правда. И об этой правде нужно говорить. То есть мы должны объективно подходить. Вот это было белое, вот это было черное. Но так сложилось в истории. Нельзя жить тем прошлым, как нас пытаются сегодня убедить. Да, вот там было все плохо. Все было плохо при советской власти и так далее. Я всегда начинаю задавать вопросы. Подождите, кто здание правительства построил, кто президентуру построил, кто парламент построил, кто эти заводы, фабрики, дороги, больницы. Оккупанты и угнетатели. Оккупанты и угнетатели. Я первый раз вижу таких оккупантов и угнетателей. Поэтому вот этот вопрос, вот эти события надо рассматривать именно вот с такого подхода спокойно и не делать из них политику. Вот у нас пытаются из каждого вот такого момента, сложного в истории, делать политику. А ведь надо рассматривать этот вопрос с точки зрения того права, во-первых, той системы международных отношений и той конкретной политической ситуации. Ведь если мы возьмем тот же 1812 год, да, Бухаревский мирный договор, там все было сделано с точки зрения юридической в соответствии с теми международными нормами. Одна страна уступила другой стране не свою территорию, ни больше, ни меньше. Никто не опроверг этот договор по сегодняшний день. Нравится это кому-то или нет. Точно так и в нашей истории, и в современной тоже истории есть какие-то моменты, к которым мы должны относиться во всяком случае спокойно с точки зрения здравого смысла. Мы можем ведь по поводу этой ленточки георгиевской, да, завтра выйти, устроить мордобой, дебош, гражданскую войну друг с другом, как это происходит в соседней стране. Я не понимаю этого зачем. Поэтому еще раз говорю, исторические факты нужно рассматривать с точки зрения истории. То, что было, оно прошло. Мы просто анализируем и говорим, да, было вот так. Но анализируем честно, не обманываем. Если воевали болдаване в годы Великой Отечественной войне, да, если они победили фашистов, то есть они встали победители, значит мы об этом должны говорить, а не писать всякую ерунду в школьных учебниках. Буквально накануне французский политик с таким именем, которое сейчас известно, мне кажется, всем, госпожа Алипиан, сказала о том, что вклад России в победу над фашизмом был единственным значимым или единственным таким огромным. 25 миллионов жизней полегли на полях сражений во время этой войны, это единственный, будем говорить, пример такого национального подвига. И сегодня, она говорит, что, уже продолжая ее мысли, не буквально цитирую, но это то, что понял из ее речи, что и сегодня в тех процессах, которые происходят в мире, роль России одна из ключевых. Ну вот у меня складывается мнение, что сегодня все, что происходит на постсоветском пространстве, это и вытеснение влияния России, и вытравливание всего, что связано с общей историей с этим государством в Молдове, в странах Балтии, в Среднего Кавказа, попытки, так сказать, заставить людей иначе смотреть на все это, то, что вынуждены были, живя в Российской империи, пусть это в Советской империи, но вынуждены были подчиняться тем законам, но это был не, будем говорить, не добровольный шаг народов, а вот такое, ну вот, и это искажение я вижу сегодня в разговоре с молодыми людьми. Вот противостоять этому как? Давайте так, я отвечу на ваш вопрос, приводя некоторые цифры, факты, и я полностью согласен с вашей оценкой, вот как вы это интерпретируете, но вот... Не надо ли вообще противостоять, может согласиться? Надо, 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 но вы меня извините, когда говорят, что граждане Советского Союза не хотели воевать за советскую власть, мол, прошло всего 24 года после этой Октябрьской революции, 17-го года, опять-таки столетие в этом году, да, и было очень много недовольных, кстати, расчет европейского фашизма как раз и был направлен на это, да, но цифры говорят другое, коллаборационистов, то есть людей, предателей, которые пошли на сотрудничество с фашистским режимом, оккупационным, было приблизительно около миллиона человек, и столько же, миллион-миллион двести советских людей на оккупированной территории участвовало в борьбе 6200 партизанских отрядов, которые уничтожили более 1 миллиона фашистских захватчиков, пустили 20 тысяч воинских эшелонов под откос и много чего доброго сделали. То есть, в принципе, нельзя так говорить. Теперь следующий миф, который очень муссируется, это штрафные батальоны, там, заградительные отряды, все туфта в высшей степени, потому что, во-первых, штрафные батальоны у уголовников не брали, там были моменты, когда политические, там, в Советском Союзе было определенная прослойка вот таких, да, это было, или осужденные за какие-то там незначительные, ну, опоздал на работу, еще что-то, вот такого момента. А основная масса – это военнослужащие, в чем-то провинившиеся, не выполнившие приказ, проявившие в какой-то трудный момент трусость и так далее, и то их отправляли от месяца до трех. Так вот, по цифрам. Если в годы Великой Отечественной войны военную форму отдела 34,5 миллиона советских граждан, из этих 34 миллионов советских граждан в штрафных батальонах и ротах служило 430 тысяч человек, за весь период их создания с августа 1942 года по 9 мая 1945 года. И здесь давайте посмотрим так, по отношению к общему составу Советской Армии это где-то было 1,2%. Если брать среднесписочную армию, действующую армию 6,5 миллионов человек постоянно в Советском Союзе в тот период времени, это 0,4%. Мы можем сегодня говорить о том, что войну выиграли штрафники? Нет. С уважением относясь к ним, да, они, конечно, сделали большое дело. Смертность среди этих подразделений была выше в 2-3 раза, потому что они воевали на самом опасных ответственных участках, но победил массовый героист советского народа. Посмотрите на цифры. 1200 советских воинов с гранатами бросились под вражеские танки. В том числе у нас во время Яско-Кишиневской операции в бой против 13-й немецкой танковой дивизии под Ермаклией три героя Советского Союза, один танкист и два пехотинца. Пехотинцы бросились с гранатами под танк. То есть это был массовый пример. Посмотрите Александр Матросов, 470 человек повторило его подвиг, 45 человек до Александра Матросова, первый Панкратов танкист был, а 14 человек из них выжило. 595 воздушных таранов. Немецкие асы не совершили ни одного воздушного тарана за годы войны. А там были еще танковые тараны, 15 или 12 корабли советские шли на тараны. Ни один советский корабль не спустил флаг перед врагом. Предпочли погибнуть, затонуть, но не сдались. Вот это факты массового героизма, вот кто выиграл эту войну. И вот то, о чем вы как раз говорите, вот на это и направлена как раз вся фальсификация. Опять-таки рассказать сказки про кого-то. Получается это прервать такую нить поколений, вот эту эстафету героизма. Очень верно. Очень верно. Поэтому вот наш бессмертный полк, да, вот в том году партия социалистов выступила организаторами, это великое дело. И мне очень понравилось, вот на днях было торжественное собрание и концерт, ну союз офицеров у нас существуют, ветеранские организации, который был посвящен 23 февраля. Ну кто-то российские соотечественники называют это днем защитника отечества. У нас с 2001 года союз офицеров объявил этот праздник днем ветеранам вооруженных сил и ветеранов войны, вооруженных сил, силовых структур. Это нормальный праздник для людей, которые носили погоны, да, и они его отмечают. Так вот там Игорь Николаевич Додон выступал. Его очень тепло, во-первых, принимала аудитория. У него было очень такое небольшое, но очень эмоциональное выступление, да. Он сказал, я 9 мая иду в рядах бессмертного полка, я иду вместе с народом и это позиция. Это позиция президента, как и вот та позиция, которая, ведь эта книга непростая. Помимо того, что это исторический труд, который, ну скажем так, развенчивает многие мифы о Великой Отечественной войне и все эти фальсификации, он начинается со вступительного слова обращения президента страны Игоря Додона к читателям. И это обращение называется «Граждане Молдовы, наследники Великой Победы над фашизмом». Что можно еще сказать? Это позиция человека, это позиция отца, здесь вот есть фотография тоже, он со своими детьми на этом вот мероприятии, да. Это позиция главы государства по отношению к определенным событиям. Еще раз говорю, не надо противопоставлять этого, не надо сталкивать, но надо правдиво относиться к этому. Я сын ветерана Великой Отечественной войны. Вот они сегодня уходят, их по-моему человек 150-200 осталось в Кищеневе, из них половина лежачие, да. Ну конечно им сегодня оказывается внимание, как-то вот стараемся окружить их заботой, кто может активно участвовать в военно-патриотической работе. Но извините, вот мы дети, сыновья и внуки этих ветеранов должны их заменить. Поэтому появилось и новое движение «Наследники Победы». Я, как офицер запасов, в том числе активно участвую в этой работе. Мы выступаем в школах перед студентами, рассказываем правду о том, что было. И это тоже одна из причин, которая послужила для написания этой книги. И политики наши. Вы знаете, к историческому прошлому можно относиться по-разному. Но это прошлое наших отцов и дедов. Нельзя плевать на своих отцов и дедов, нельзя плевать на могилы погибших. Поэтому нельзя строить современную политику на этих вопросах. Хотелось бы, чтобы победил в этом моменте здравый смысл. И мы с уважением относились и к нашей истории, и к тем людям, которые погибли. Мне непонятно, что происходит на Украине сегодня. Почему? Я наполовину украинец, наполовину русский. Но вот там много великих их сынов украинского народа. Кожедуб, аст, трижды герой Советского Союза. Он что, уже не национальный герой Украины? Или Щерц? Да, так складывалась жизнь. Разная идеология была. Это подвиг сына украинского народа. Им украинский народ должен гордиться. А не снимать таблички с именами этих великих людей с улиц, площадей и так далее. Смотрите, какой один из неожиданных выводов сегодняшней нашей с вами беседы. Получается, что ответственность историка, она напрямую зависит еще от ответственности политика. Ведь позиция человека, в данном случае Игоря Николаевича Додона, это прежде всего позиция человека. Да, конечно. Не чиновника, не просто государства. Именно человека, человеческая позиция. Она продиктована его образованием и воспитанием. И сегодня вот таким людям противостоят другие люди, другие политики, у которых есть своя история. Образование, воспитание, видимо, другие ценности, другие герои, другие учителя. И получается, что сегодняшний день продолжения того дня, который был, ну, тех дней, которые мы называем днями Великой Отечественной войны. То есть сегодня тоже какой-то фронт проходит между нами. Конечно. Это как сегодня нашли эти названия такие мудреные. Гибридная война, информационная война. А, кстати, вот информационные войска созданы во многих странах. Уже в Соединенных Штатах Америки, в Англии, в Германии, в Южной Корее. Россия отреагировала на это. То есть вот мы с вами сидим в студии, да. Где-то это делают, ну, просто беседуем на какую-то тему, да. А, где-то это целенаправленно делают, о чем беседовать, как говорить. Кстати, по той же истории у меня есть уникальная книга. Знаменитый, ну, профессор, конечно, у них на Западе. Тимоти Снайдер. Написал, ну, книгу такую, там, 700 страниц. Восточная Европа между Сталином и Гитлером. Ну, сами чувствуете подтекст. Да, уже это столкновение двух. Переиздано на многих языках. К нам она попала, вот мне ее вручили, ну, вот, в американском посольстве во время одной из встреч напечатано на американский грант на Украине, там, 15 тысяч экземпляров. Ну, вот вам один из способов, да, как-то вот влиять на наши умы, какие-то вопросы пересмотреть. С научной точки зрения, то, что этот ученый, ученый в кавычках там написал, ну, это сплошная пропаганда, сплошная идеология, с которой они борются. Понимаете, ведь никто не объясняет, что это, в принципе, проявление государственной политики Соединенных Штатов. Да, конечно. А проявление государственной политики Республики Молдова сегодня, это такая, ну, знаете, болотистая почва, на которой накидали какие-то там псевдоистерические факты. Говорят, вот, ребята, вот как оно было, все остальное вас не должно интересовать. Молодежи-то, в общем-то, это нравится, потому что легко пробежаться по верхам, что-то там прочитать и апеллировать. Ведь не зря, не помню, кто-то из великих сказал, самые большие ретрограды, как ни странно, это молодые, потому что люди в возрасте знают, как было. Точнее, наоборот, молодые знают, как было, из тех учебников, которые они изучают, а люди в возрасте знают, как это может быть еще, потому что есть опыт. Здесь, опять-таки, момент, почему очень важна сфера образования и воспитания, потому что там закладывается основа. Ведь можно навесить ярлыки, а молодежь особенно не задумывается. Ну, сказали это черное, значит черное, будем это ругать, будем ругать. Кто сказал? Учитель, уважаемый человек. Где ты прочитал? В учебнике, в учебниках правду не пишут. И учитель иногда неправду говорит, и в учебниках не пишут. В данном случае, опять же, подрывают в душах молодых такое устойчивое уважение в собственное государство. Потому что перед ним есть человек, да, учитель, тоже чиновник, бюджетник. Вот он, ну, чего я должен уважать? Это государство, когда вы мне таких учителей еще дали, которые мне тут столько наврали. И, соответственно, какое желание у этого молодого человека уехать из этой страны? Вот к чему мы с вами и приходим. Статистика говорит, что около 114-115 человек в сутки покидает нашу страну. Это ужасно. Борис, хотелось бы еще о многом поговорить, но время программы ограничено. Мы продолжим с вами беседы и в других эфирах. Будем приглашать вас. И, надеюсь, вы будете охотно откликаться. С удовольствием. Спасибо вам за эту встречу. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был политолог и историк Борис Шаповалов. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok